Шабашка, шабашничество или колын. Сегодня мы поговорим о шабашке. Что это обозначает, откуда произошло и как с этим жить. Шабашка это временный, непостоянный вид заработка. Чуть шире, это временный, сезонный, дополнительный, не основной вид дохода, заработка, подработки. А вот то, что вы, кстати, работаете с 18 до 20 и позже, а также в субботу выходите в воскресенье, это не шабашка, это что-то у вас не в порядке. Есть несколько версий, откуда произошло слово шабашка. И оба версии уходят в степь, в пустыню, точнее в египетскую пустыню времен библии, библейские времена. Первая версия, шабашка это небольшой кусочек дерева, который ремесленник уносит к себе домой после работы. Поработал, сделал стол, стул, отнес к себе кусочки дерева. А там разжигает их, использует в домашнем хозяйстве, может какую-то там, может ложку сделал, но отнес к себе домой. Скажите, при чем здесь библейские времена? А при том, что в Ветхом Завете упоминается история в книге чисел, в главе 17, про некого гражданина иудейского, которого в субботу, а суббота, вы знаете, у евреев такое, нельзя работать, его обнаружили, он собирал, по-моему, хворост. И вели этого человека к Моисею и Арону. Арон это был старший брат Моисея, и вместе с Моисеем он также водил евреев по пустыне. И так же, как и Моисея, не попал в землю обетованную. Так вот, привели его к нему и говорят, что будем делать. В общем, и в какой-то момент Господь говорит, что его нужно, этого гражданина, который собирал хворост в субботу, забить камнями, вывезти за территорию, его забили. Такие вот были времена, ну, как-то люди так как-то жили. Второе слово, вторая версия, это шаббат, суббота на еврите. У израильтян, у евреев это означает выходной день. Начинается он с пятницы вечера и до субботы вечера. 39 категорий дел, которые нельзя было делать. Кстати, они расширяются, эти категории. Так вот, в общем, делать нельзя шаббат. Можно нанять не иудея, ему заплатить и получается шаббашка. Вот так вот шаббашка переходит в шаббат. Либо наоборот. Лично я стараюсь соблюдать некое подобие шаббата и с пятницу на субботу, а если не получается, с суббота на воскресенье устраиваю себе такой разгрузочный день. Я не готовлю еду, я не убираюсь. Я только отдыхаю, путешествую в рамках своего района. Театр, музей, может быть, и парк. Стараюсь не думать вообще о работе. И это очень классно помогает настроиться на нужный лад, переключиться от ненужного, настроиться на нужное и просто кайфануть. Чего и вам желаю. Отдыхайте, устраивайте себе разгрузочный день. И за ним последует день, когда у вас появится шаббашка. Моя знакомая рассказала мне такую историю про этот шаббат. В ее доме живут иудеи. Она хотя тоже. Но сейчас дело не про нее, а про семью, которая живет в доме. И у них молодые дети. Подходят они с улицы к дому, к подъезду. И вот она дверь в подъезд. Они ее не открывают. Дети стоят, родители стоят. Дверь не открывают. Почему? Потому что шаббат, ничего делать нельзя. Она подходит, открывает дверь. На них немного ругается, что вы делаете, изверги. Ну, в общем, они проходят, все нормально. Да, все нормально. Но был на дворе декабрь месяц, конец декабря. И это было в Москве.